здравствуйте меня зовут долганина ольга андреевна и я клинический психолог и когнитивно-поведенческий терапевт и сегодня мы с вами поговорим о том как справиться с предательством близкого я чувствую отвращение к близкому человеку после предательства нормально ли это что такое чувство отвращения изначально с точки зрения эволюции биологии это чувство выполняла функцию гигиенического характера именно благодаря этому чувству люди не ели испорченную пищу или избегали контакты с больными соплеменниками в ходе эволюции чувство отвращения стало выполнять и социальные задачи например если мы видим неприемлемый для нас поступок наш мозг реагирует точно так же как если почувствует неприятный запах такой вид отвращения называют моральным получается что если вы оцениваете поступок близкого человека как отвратительное предательство то испытывать чувство отвращения абсолютно нормально и естественно как простить предательство близкого человека это действительно будет непросто если вы воспринимаете поступок близкого человека как предательство по отношению к себе стоит задать себе несколько вопросов для начала необходимо определить что вы чувствуете в данный момент — злость, обиду или гнев. В такие моменты люди обычно думают, он не должен был так поступать. А если все-таки он так сделал, то он вовсе не любит меня, не ценит и не уважает. Как вы думаете, возможно ли простить близкого человека, имея такие убеждения? Вряд ли. Чтобы разобраться в них, здесь вам помогут несколько вопросов. Возможно ли, что человек ненамеренно причинил мне боль и не думал о последствиях своих действий? Могу ли я позволить себе перейти от чувств гнева и обиды к более полезным — грусти и сожалению? Готов ли я принять, что такие ситуации могут повториться? Ваши ответы на эти вопросы смогут помочь вам разобраться с внутренними ощущениями и понять, сможете ли вы принять предательство близкого человека.